Власти ДНР сегодня озвучили новые данные о потерях силовиков Дебальцева. По словам главы ДНР Александра Захарченко, в Дебальцевском котле погибли более трех тысяч украинских военнослужащих. Ополченцы считают, что в этом виновата командование и киевские власти. Мы закончили операцию по зачистке Дебальцева от незаконных лажурных формирований. К сожалению, украинские власти не приняли слова разума в своем сердце. Потери нами оценивается около трех-трех тысяч убитыми. В ближайшие дни начнем отдавать трупы украинских военнослужащих. Очень много мест захоронений, к сожалению, которых мы не знаем, но они потихоньку выясняются. Эти места захоронений, которые мы захоронили уже в введении этих боев, мы тоже покажем. Пускай украина забирает своих убитых. Я просил туда матерей, родителей правинских, чтобы они забрали своих сыновей, пока они были живые. Они тоже не внявли этим словам. Но будем отдавать пленных. В основном, которые сейчас сдались в плен, они сейчас сдаются. Все будут обменены только на военнослужащих. Если пленные идут с службом в руках, в режиме боя, это только мин на наши пленные. Все остальные туда проволено сложили оружие, родители приезжают и забирают. Кличество техники, которые там потеряла Украина, вообще не поддается описанию. Трофеи просто сумасшедшие. Боеприпасы забирали вагонами. И в Дебальцево, и в Вавенке, и в Углегорске, и в КамАЗы стояли. Под Водиного, в кладбище, это дорога смерти для Украины. Там, по нашим просчетам, только на этой дороге было бы батальоном разбит. И похоронено там же.